Всем привет! Меня зовут Шаблий Александр. А меня Антон Андреев. И сегодня мы расскажем вам, как работает самая большая в мире виртуальная судоверфь на проекте World of Warships. Производство любого корабля начинается с поиска и подбора опорных материалов. Это различные чертежи, фотографии, по которым и будет сделана игровая модель. Поиском данных материалов для нас занимается наш историко-архивный отдел. Вот эти ребята. Мы на пару слов. Когда порадуете нас чертежами на... Да, к счастью уже пришла, разбираем. За остальными поеду в архив. Буквально сегодня вечером передам. Там, кстати, будет парочка технических записок. Я думаю, твоим ребятам будет интересно. Как вы понимаете, мы сильно завязаны на исторические материалы. Ведь они являются отправной точкой для производства всех наших игровых кораблей. А сейчас мы покажем вам, как мы выживаем в суровых условиях отсутствия таких материалов. Добро пожаловать в отдел ArtQA. Отдел состоит из двух групп. Группа проектирования и группа проверки. Группа проектирования — это часть команды, которая помогает восполнить нехватку референсных материалов путем их восстановления либо из утраченных копий, либо созданием их с нуля. Так появляются пейпершипы. Кстати говоря, бывало и такое, что мы создавали проект корабля, имея на руках чертеж только одной башни. Проектирование включает в себя огромное количество расчетов. Поэтому корабли, разработанные в нашем конструкторском бюро, если бы были воплощены в металле, вполне могли бы раздеть моря и океаны. В среднем проектирование одного корабля занимает один месяц, и по готовности чертежи уходят с производства к художникам. Производство игровой модели начинается с расстановки в сцене 3D-редактора чертежей и габаритного бокса. Народная мудрость гласит, что лучше один комплект чертежей, чем несколько. И вот наступает время магии, когда двухмерный чертеж превращается в объемную модель корабля. Когда основная геометрия корабля закончена, на нем появляются вооружения, а также различное мелкое корабельное оборудование. Каждый из этапов производства корабля проходит свою отдельную проверку. Этот момент очень волнителен для каждого художника, потому что в это время его детище препарируют специалисты отдела контроля качества. Группа проверки — это, по сути дела, саппорт производства. Ребята консультируют художников по техническим, историческим вопросам, могут помочь в поиске дополнительных референсных материалов, а также занимаются проверками самолетов, вооружения, антенн, радаров и другого корабельного оборудования. Настало время добавить немного красок в наши серые будни моделирования. Поговорим о текстурах. На этом этапе нарисуется все то, что не вошло в геометрию. Швы, заклепки, иллюминаторы. На текстуре это выглядит как хаотичная масса, созданная по основам чертежей и фотографий. И она достигает таких размеров порой, что так вот открываешь уже текстуру и думаешь, «Все, я буду отпуск». А потом уже интереснее, мы начинаем закидывать корабль всякой грязью, подтеками, следами жизнедеятельности команды и всего того, что обитает в море. Но самое интересное — создание скинов для кораблей. Никаких фотографий, чертежей. Главное — придерживаться заданной тематики и габарит в корабле. Я еще ничего не сказал про камуфляжи. Камуфляжи создаются на основе существующих прототипов, схем и фотографий. Но иногда также мы делаем исключения. Цикл производства игровой модели практически завершен. Но как сделать так, чтобы в нее можно было поиграть? Ответ на этот вопрос знает Техарт. Привет, я Эд. Мы делаем инструмент для художников, проверяем и настраиваем контент. На стройке много нюансов, без которых на корабле будет не поиграть. На этих этапах часто возникают терки между нами и художниками. Бывает, приходит корабль, смотришь, красивый такой. Но с технической точки Лев Толстой из него не выходит. С этим приходится повозиться. Это все очень веселый процесс. Рождаются локальные мемы каждую неделю, но показать их, к сожалению, мы не можем. А что происходит с моделью дальше, это уже совсем другая история. Ну а мы прощаемся с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на рынду, чтобы не пропустить следующие выпуски Hotfix'а. И пока! А ты слышал, я такое говорю? Так и у меня вначале такое было, когда мы к историкам пришли. Это, походу, НДА. А ну-ка, давай. Точно НДА. Точно НДА. Субтитры сделал DimaTorzok